Сын азербайджанской журналистки Майи Кулиевой стал шехидом. Халид пал смертью храбрых в ходе боевых действий в Карабахе. Допокоит Аллах души наших шехидов. Пусть земля им будет пухом. В течение дня 5 ноября и в ночь на 6 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек, минометов, позиций подразделения азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта. Об этом, как передает канал 13, сообщает Минобороны. Боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Хаджавенском и Кувадлинском направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить. Также, начиная с ночи с 5 ноября до 5 утра позиции азербайджанских воинских подразделений, расположенных в Тувусском, Гедобейском и Дашкисанском районах Азербайджана, периодически обстреливались противником со стороны Бердского, Чамбаракского и Варданинского районов Армении, говорится в сообщении. В сообщении также указано, что подразделения вооруженных сил Армении отступают под ударами азербайджанской армии на Губадлинском участке фронта. Противник, не выдержав натиск огневых ударов азербайджанской армии в боях на Губадлы-Лачинском направлении фронта, бежал, оставив позиции. Стало известно, что переброшенные из Армении, размещенные на оборонительном участке подразделения 556 и 522 мотострелковых полков не вышли на порученные им рубежи. В то же время неподготовленный, неопытный, недисциплинированный личный состав проявил халатное отношение к выполнению приказов и задач. Наряду с этим оборонное ведомство Азербайджана заявило о взрыве склада боеприпасов вооруженных сил Армении вблизи Ханкинды. Взрыв боеприпасов, загруженных в грузовики со склада боеприпасов вблизи Ханкинды, вызвал сильный пожар. Пламя быстро перекинулось на склад, в результате чего произошел мощный взрыв. Склад боеприпасов использовался для обеспечения артиллерийских и других подразделений 10-й горнострелковой дивизии и 5-го горнострелкового полка в Агдаре оружием и боеприпасами. Генеральная прокуратура Азербайджана обнародовала информацию о погибших и раненых в результате армянских обстрелов. Согласно последним данным Генпрокуратуры Азербайджана, начиная с 27 сентября 2020 года по сегодняшний день, в результате обстрелов армянской стороной населенных пунктов Азербайджана погибли 92 мирных жителя, а количество раненых гражданских сил составляет 404 человека. Кроме того, при обстрелах армянскими подразделениями населенных пунктов в непригодное состояние пришли 3064 частных дома, 504 гражданских объекта и 100 многоквартирных жилых зданий. Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщение армянской стороны о том, что азербайджанские вооруженные силы обстреливают город Хангенды в Карабахе. Информация о якобы обстреле столицы Нагорного Карабаха, город Хангенды, азербайджанской армии является целенаправленно распространенной дезинформацией. Распространяя подобную информацию, Миноборона Армении пытается отвлечь внимание от своих военных преступлений, говорится в сообщении ведомства, размещенном в пятницу в его телеграм-канале. Ранее Ереван заявил, что азербайджанские вооруженные силы обстреливают Хангенды кассетными бомбами. Помощник президента Азербайджана Хихмет Гаджев призвал страны ООН предотвратить финансирование армянского террора. Для компенсации больших потерь на поле боя Армения привлекает финансовые средства, мобилизуя армянскую диаспору в зарубежных странах, которая называет себя НПО и благотворительными организациями, сказал помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджанской республики Хихмет Гаджев. В частности, речь идет о таких НПО и организациях, как We Are Our Borders, All For Artsakh, Armenia Fund, Armenian General Benevolent Union, Armenian Canadian Medical Association of Ontario, Fund for Armenian Relief, Tufinkian Foundation, Armenian Relief Society и других. По словам Гаджева, денежные средства, полученные по линии неправительственных организаций и благотворительных организаций, которыми управляет армянская диаспора, направляются на финансирование армянской армии, действующей на оккупированных азербайджанских территориях. Тем самым финансирующая сторона поощряет очередные атаки Армении на гражданское население Азербайджана. В связи с этим, Азербайджан призывает государства-члены ООН предотвратить использование своих территорий для финансирования армянского террора, направленного против суверенитета и территориальной целостности нашей страны, подчеркнул помощник президента Азербайджанской республики. Уничтожена еще одна группа террористов ПКК, воюющих в составе Вооруженных сил Армении. Террористы ПКК, размещенные врагом в направлении Кельбаджара, предприняли попытку совершения терактов, стараясь продвинуться в разных направлениях. Согласно полученной оперативной информации, они намеревались совершить террористический акт в направлении Сарсанской ГЕС. На основе спутниковых и беспилотных съемок была выявлена территория, где временно сосредоточились террористы. Уничтожено большое количество личного состава. Среди убитых террористов были члены военного совета Аль-Хасака Абдулбари Эзораастер, Сейду Ахмед и Махир Кабар, которые в свое время совершили террористические акты против турецких вооруженных сил. В ходе ночных операций было убито не менее 15 террористов ПКК. Три дня назад президент Армении Армен Саркисян дал интервью телеканалу РБК, где он высказал предположение, что война готовилась со стороны Азербайджана в течение многих лет. По его мнению, Азербайджан тратил миллиарды долларов на покупку вооружения. Армян в Карбахе в это время строили деревни, школы, ясли, больницы. Есть, правда, аналитики, которые говорят, что надо было строить бункеры и крепости, но армяне верят в международные отношения, добавил он. Министанев впустую тратит время, чтобы опровергать его слова и не будем пытаться кого-то перебедить в обратном. Вместо этого представляем ко вниманию зрителей канал 13, среди которых не исключено, что есть и читатели РБК, видео Минобороны Азербайджана, где отображена реальная картина. Уверены, что после просмотра всем станет все совершенно ясно. Граждане Турции армянского происхождения, проживающие в Стамбуле, требуют, чтобы Армения прекратила оккупацию Карабаха и освободила азербайджанские земли. По информации турецких СМИ, 67-летний Артур Кейшоулы, проживающий в Турции, сказал, что Азербайджан полностью прав в карабахском вопросе. «Я думаю, что граждане Армении также недовольны данной ситуацией. Армения не может воевать против Азербайджана с небольшой армией. Азербайджанские земли должны быть возвращены», Азербайджанские земли Team, Владимир Азербайджанская земли, непонятно. Второе, что Арминистанские ватанты, которые в этом случае не могут быть виноваты.